Вопрос встает о том, вы нас поймите, нам вообще не нужны здесь кладбища больше. И не нужно больше этот вопрос поднимать. Жители против, чтобы здесь были еще какие-то кладбища. Вы из Ивановки сделали кладбищенский погост. Все. Вопрос должен встать и больше не рассматриваться ни в каком виде. Вся промзона пустая. И здесь это же вы нам говорите. Нам не нужны больше здесь кладбища. Все. Вся промзона пустая. Вы нам создаете будет приятнее угорода, в своем населении такое ощущение. Ивановка, кладбищенский погост, над нами в город пьется. Люди говорят, Ивановка подразумевают кладбище. Это что такое? Кладбища нам здесь не нужны. Все. Вопрос встает. Лет один. Ни одного бульдозера, ни одного трактора не пропустим. Я лягу под трактор, но я не дам, чтобы мои внуки еще здесь на кладбище глядели. Не надо. Лягу под трактор. Я лично, сама. У нас свалка. Горит. У нас мусорки через город ездят. У нас мусорки все берите. Очистите. Подождите. Кошмар. У нас промзона пустая. Химию закрыли. Все закрыли. Там не работают. Почему там нету? Езжайте дороги на химию. Там было ГАИ. Нет ГАИ. Там ставьте кладбище. Вы почему претесь в город? В городе есть кладбище. Расширяйте его там. Там люди живут. Сокрытие, как король. Есть кладбище. Вот сейчас сказали, что история этого кладбища началась с 2006 года и продолжена в 2008 году. Вот все согласны? Это вопрос местного значения? Конечно. Конечно. Павел, пап. Павел, пап. Это вопрос местного значения размещения кладбища. Ну, местного значения. Местного. Должны были у людей спросить. Кто спрашивает? У кого спрашивает? Никого не спрашивает. У вас не спрашивает. Тихо, тихо. Давайте послушаем, как человек спрашивает. Давайте не будем лукавить. Вот у кого конкретно спрашивали, в какой форме и как? Когда это было? У нас в год захоранивается 2000, вот по последнему году, 2700 человек. Правильно, да? 2700 человек. В среднем для этого нам требуется, как сказал Павел Степанович, 1,2 гектара. Конечно, правильно вы говорите, Наталья Леонидовна. Мы провели анализ вместе с комбинатом благоустройства, с тем, чтобы оценить реально, какие еще есть возможности для захоронения. Под захоранивание, давайте честно скажем друг другу, никто не скажет такую аналитику. Почему? Потому что есть люди живые. И как мы 190 тысяч человек спросим, а когда вы кто-то уйдете в мир иной? Наталья Леонидовна. Есть статистика. Снимите руки, у кого-то затапливают топливо, погреба. Эта вода идет с тех полей, которые вы хотите построить в кладбище. Те покойники, которые болеют, с этой водой пойдут в погреба жителям. Эта вода у нас в речку. Вы хотите отравить в наше село совсем? У нас дети болеют с рождения. Вы хотите отравить в течение село? Подождите, подождите. Мы подождем. Подождите. На данный момент есть все санитарно-защитные... Это предлево-защитные... Почему в село? Почему в село? Почему в село? Почему? Почему в просторы городские? А в село? Городских простор нет, мои хорошие. Там нет... Ваши хорошие, вы езжайте по дороге, по Саратове. Полей вот так. Свободу. Пусту, пусту еще причем. Где Северсталь, Коля? Северсталь. Рядом, пожалуйста, стройте. Помогите, не строите это кладбище. Просим вас, жители все, просим, просим. Просим, не строите это кладбище. Послушайтесь нас, немножечко народу обратитесь. Не строите это кладбище. Мы вам будем очень благодарны в этом, если вы отмените это решение. Выбор площадки для кладбища – это вопрос местного значения. Если он решался, как говорят, в 2006 году, в 2008 году, в 2017 году, он решался без вас. Мы написали, Александр Александрович, заявление, которым просим предоставить исчерпывающий пакет, копии, обязательных документов для размещения кладбища на земельном участке. Кадастровый номер 64-05-131-00277, площадью 420 тысяч квадратных метров, расположен в Саратовской области района Балаковской и Баковаторской МОО, колхоза Минисвердова, в рамках земельного, градостроительного, санитарно-экологического законодательства, копии положительного заключения экологической экспертизы и санитарно-гигиенической экспертизы. Вот эти документы мы все просим нам предоставить в копию для того, чтобы мы сделали аналитику. Это первое. Второе. Если это вопрос местного значения, мы выносим этот вопрос на обсуждение местного значения для того, чтобы запретить здесь реализацию территориальной схемы развития 2008 года. Нет, оценка должна быть. Согласен Санкину, вот он передо мной здесь. Мы без оценки строить не будем. Нет, секундочку, это достроительства еще должна быть такая оценка. А у нас строительства не было. Первое. Вы уже сделали проекты изыскательские работы. Уважаемые присутствующие, они стоят денег? 150 миллионов. Нет, не 150 миллионов, проекты изыскательские работы. Стоят денег? Стоят. Проект уже выполнен, вы сказали, чебоксарским, институтом, да, проектом. Это стоит денег? Стоит. А о чем тогда мы ведем речь? Вы говорите, что как бы вот еще ничего не запущено. Уже все получается запущено. И вы, людей, давайте откровенно людям смотреть в глаза, уже ставите перед фактом. Сан Саныч, вы тоже должны понимать, документы все были на этой кладбище до вашего прихода. Вы уже пришли после того, после факта. Вы отвечать сейчас за них, за их качество не можете, понимаете? А перед этим не отвечать уже будете вы по факту. Совершенно верно. Поэтому давайте к этому вопросу подойдем серьезно. Мы готовы, на самом деле, предоставить все документы. Мы готовы вместе с прокуратурой еще раз проанализировать правильность перевода земли. И, конечно же, мы рассматриваем не только место здесь, о котором мы сейчас говорим для кладбища. Мы и другие места смотрим. Правильно вы говорите. Других селок и селок в том числе. Это важно понять, что мы не дадим здесь строительство. Да я вас полностью понимаю. Я вас, как жителей, понимаю полностью. Ваше мнение, ваша тревога нам вполне понятна. И мне лично понятно, как человеку, у которого тоже здесь захоронены мои родные и близкие. Это первое. Второе. Мы обязательно вместе с прокуратурой еще раз, первое, не перебиваться, еще раз проанализируем все документы. Это первое. Параллельно мы посмотрим, где на самом деле, с учетом тех уже захоронений, которые у нас ежегодно происходят, где эффективно подобрать дополнительные места для кладбища. И обязательно вам об этом скажем. Честно могу сказать, что никакого нет желания сделать конфликт в селе Ивановка вот по этой теме. Наша задача и моя личная задача, чтобы у нас с вами была комфортная работа. И была комфортная работа. И к этому я прошу относиться с уважением и с пониманием. Потому что если любой из вас получит возможность быть главой района, он столкнется с теми же самыми проблемами, с теми же самыми вопросами. И здесь на чаше весов, конечно же, благополучие 1500 человек, живущих в этом селе, к которым я отношусь с большим уважением. Потому что много близких, родных и знакомых здесь живет. С другой стороны, конечно же, у нас есть жители, 190 тысяч человек, которые с течением времени все-таки уходят. И нам надо находить соответствующие места. Это не только для них, но и для доступности их близких, о которых правильно вы сказали. Что на одного умершего приезжает много человек на Пасху, или вернее на Троиццу приезжает, а не на Пасху. На Родоницу. Приезжает по многу. И здесь наша тоже задача власти организовать комфортный подъезд. Продолжение следует...